Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня и греши. Номер 76. Начитываем Новый Завет с толкованием Блаженого Фефилахта и комментариями. Послание к колоссянам апостола Павла. Предисловие. Все послания Павла святы, но особенно те, которые он рассылал, находясь в вузах. Он посылал их, как полководец во время сражения, вполне уверенный в победе. И сам Павел считал это великим и славным. Ибо, когда пишет к Филимону, он говорит, которого родил я в вузах моих. Филимону 1.10. Сказал же это для того, чтобы и мы не сокрушались в бедствиях, а скорее считали их за честь. Таких посланий много. К Ефесянам, к Филимону, к Тимофею, к филиппийцам и это к колоссянам. Все они написаны в вузах. Как он писал к римлянам и евреям, не видавши их, так он пишет и к колоссянам, не видавши их предварительно. Среди их были Филимон и Архип, которому, мне кажется, поручена была даже какая-то церковь. И пишет колоссянам по следующему поводу. Между ними появилось некоторое нечестивое учение. Они думали, что не через сына, а через ангелов приведены к Богу Отцу. Считая нелепым верить, что в последние дни явился Сын Божий, между тем, как в Ветхом Завете все совершалось через ангелов. Притом они соблюдали многие иудейские и эллинские обычаи, наблюдая дни, времена и яства. Все это, конечно, требовало исправления. Побуждало апостола написать это послание. Мне видится так, что православные больше всего подходят к этому. Это к колоссянам, к православным. Все разные придумки, все это есть. Все эти академии, миссионерские отделы, ложь непрерывная. Можно создавать что угодно на земле, но утверждает только что Бог. Бог утвердит. Ты можешь крестить, и ничего не будет. Крестил, как говорят, я благословляю, Феофан Затворник говорит. А Бог говорит, а я не благословляю. И какое будет решение утверждено там? Надо смотреть Священное Писание. Колоссянам, глава 1, стих 1. Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат. Толкование блаженного Феофилакта. Сразу же и вначале незаметно опровергает их мудрование. Ибо не ангелов апостол, а Иисуса Христа. И воля Божия на то, что он апостол того Христа, а не ангелов. Итак, если я по воле Бога апостол, то ясно, что я истину проповедую. Что же это такое? То, что с сыном мы приведены к Богу. Что мы освободились от иудейских и эллинских обрядностей. И заметь, предлог «по» поставлен пред словом, что означало «бог Отец» и Тимофей брат. Выходит, и он был апостол. Вероятно, он был также известен им. Колоссянам 1, 2. «Находящимся в колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе». Толкование. Колоссы – это город Фригии, который ныне называется Хоны. Это видно из того, что Лаодикея есть соседняя с ним страна. А чего же вы стали святыми? Не через крещение ли в смерть Христову? Почему называетесь верными? Не потому ли, что веруете во Христа? Не потому ли, что верены вам такие тайны от Христа? Ибо верными мы называемся не потому только, что мы уверовали, но и потому, что верены нам от Бога тайны, которых даже и ангелы не знали. Почему, братья? Не по телам ли своим или добродетели? Нет, но во Христе. Как же после этого вы приписываете ангелам приведение нас к Богу? Колоссианам 1.3. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас». Толкование. «Имени Христова не присоединяет здесь, хотя это было у него обычно, чтобы не тотчас с первых же слов явно напасть на них и тем не восстановить их против ниже следующего содержания речи. Пусть же скажут уничижающие Святого Духа, почему Бог, Отец наш? Не через Духа ли? Великая и превышающая ум, кто даровал нам? Не Дух ли? Как же после этого ты Его умоляешь? Иисус Христос есть Господь наш, а не слуги ангелы. «Павел показывает любовь свою к нам не только благодарением, но и непрестанной молитвой о нас, ибо и тех, которых не видел, всегда имел в себе». Колоссянам 1.4 «Услышав о вере вашего Христа Иисуса и о любви ко всем святым» Толкование «Благодарим Бога, — говорит, — потому что мы слышали от Епофродита о вашей вере во Христа Иисуса, а не в ангелов. Через это Он предрасполагает их к себе, потому что имена эти, Христос и Иисус, символы благодеяния, ибо Он принял помазание за нас, и Он же спас народ свой от прегрешений, не к тому или иному, но ко всем, следовательно, и к нам, так что вы с удовольствием будете слушать нас». Это речь человека, предрасполагающего их к себе. Под любовью Он разумеет милостыню и общение, как и в других местах. Колоссянам 1.5 «В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования?» «Толкование. Вы любите, — говорит Он, — святых не из человеческих расчетов, но в надежде на будущее благо. Или же мы благодарим Бога, что вы имеете наследовать нетленное благо, ибо не на земле отложено, где оно подвергалось бытлению, а на небесах, где оно и цело, и безопасно. Итак, не колеблитесь в уповании, ибо отложенное вам находится в надежном месте, и это относится к тем, которые подверглись испытаниям, чтобы они не искали здесь освобождения от них и не унывали в испытаниях, так как они имеют великое вознаграждение. Не сказал проповеди, но благовествования, дабы напомнить им о благодеяниях Божиих, ибо благовествование есть возвещение о благе. Но если оно есть слово истины, то, значит, в нем нет лжи. Как же вы делаете его лживым, не веря, как прежде были научены им? Именно через Христа Спасителя? Кто же был там проповедником? Епафраз, как это видно из следующего, Колоссянов 1.6, который пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и есть между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине. Толкование. Говорит, как бы о каком одушевленном предмете, которое пребывает. Не пришло оно, говорит, к вам, и потом удалилось, но присутствует и господствует в вас. Этим он радует их. А так, как многие делаются более твердыми, когда имеют сообщников, то прибавляют. И во всем мире. Оно всюду присуще, всюду твердо стоит. Приносит плод по делам. Возрастает, потому что постоянно многие присоединяются к этой вере. Но оно не приносило бы плодов, если бы не было твердым. Ибо и деревья тогда больше приносят плодов, когда твердо укреплены, как и прежде предрасполагают к себе похвалами, чтобы они не отступали, хотя бы того и хотелось. Ибо если и всем, и вам одинаковым образом проповедано было Евангелие, каким же образом некоторые учат иначе? Приносит, говорит, плоды, и возрастает благовествование вас того дня, как вы познали благодать. Каким же образом? Не обольщением и пустыми словами, но истиной, то есть необычайными знамениями и делами. Колоссянам 1.7 Как и научились от Епофраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас, служителя Христова, толкования. Вы, говорит, на самом деле познали благодать, так же, как и учил вас Епофрас. Ибо не иное происходило на деле, а иному он учил. Ибо он, вероятно, проповедал Колоссянам. Сим показывает, что этот муж достоин доверия. Ибо я, Павел, не любил бы его, если бы он не был истинным проповедником, и не назвал бы его сотрудником верного, то есть истинного. «Ради вас, — говорит, — он служил в делах, подобающих Христу. Ибо и то, что отправился к Павлу, утешал его в узах и известил его о событиях в Колосах, и это было служением Христовым. Если же Епофрас — слуга Христов, как же вы говорите, что через ангелов вы приведены к Богу?» Колоссянам 1.8 «Который и известил нас о вашей любви в духе». Толкование. То есть духовную любовь, которую вы имеете ко мне. Ибо самая прочная любовь — любовь в духе. Всякая же иная любовь, и естественная, какова любовь родителей к детям, и детей к родителям, и основанная на дружбе, товариществе, непрочно. Колоссянам 1.9 «Посему и мы из того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли его во всякой премудрости и разумении духовном». Толкование. «Посему». «Поскольку, — говорит, — мы услышали о вашей вере и любви, мы, исполнившись благих надежд относительно будущего, молимся за вас не один день, не два, но с того времени, как услышали об этом. Этим и показывает свою любовь, и незаметно укоряет их, так как они и при помощи его любви не стали более совершенными. Заметь же, что много нужно молиться и непрестанно, и что Павел постоянно молился и даже не достигнув исполнения молитвы, не отступал от нее. Не называет их ни вполне несовершенными, ни вполне совершенными, ибо не сказал, чтобы вы приняли, но чтобы вы исполнились. Вы, говорит, имеете, но не все. Что приведены вы к Богу, это знаете, а что приведены через Сына, этого вам не достает. И я молюсь, чтобы вы сего исполнились. Ибо воля Божия и благоволение в том состоит, что дан был за нас Сын, а не Ангелы. Итак, подразумение понимает приращение познания. Так как их обольщали философы, то он говорит, я желаю, чтобы вы познали учение духовной мудростью, а не мудростью человеческой, которая вводит вас теперь в заблуждение, которое заставляет нас считать себя знающими. И если, чтобы постигнуть волю Божию, нужна духовная мудрость, что сказать о тех, которые хвалятся, что познали сущность Божию через внешнюю мудрость. Колоссянам 1.10 Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Толкование. Молю, говорит, чтобы вы познали, что вас спас единородный. Да вы поступали вы достойно, то есть жили добродетельно. Ибо кто познал человеколюбие Божие и то, что он предал Сына Своего за нас? Как не постарался бы такой человек предать себя трудам добродетели и подъять крест свой? Ибо слово поступать поступать постоянно ходить как сказано обозначает жизнь и деятельность. И везде он с верой соединяет деятельность. Другими словами, не о том говорит молюсь только чтобы вы научились, но и о том чтобы вы и в делах показали свое знание. Ибо знающий но не делающий будет наказан. Заметь же как он хождение постоянно называет деятельность показывая тем что как всегда необходимо нам хождение так необходима и наилучшая жизнь. Так говорит живите чтобы во всем угождать Богу. Как же это? Не иначе как всяким делом добрым ибо где всякое дело благое там всякое благо угождение Богу. И смотри как он везде присоединяет слово всякий во всякой премудрости во всяком деле благом во всяком угождении и во всяком долготерпении показывая что они имеют это и теперь но не все не все почему им должно дойти до совершенства принося плод и возрастают в познании Бога. Как говорит вы познали Бога больше чем древние так и в жизни должны возрастать по мере познания ибо сколь велика должна быть добродетель того кто удостоился познать Бога и даже стать сыном Божиим или же должно вам приносить плоды добрые дела но так чтобы и познание Бога иметь как должно а не как вы теперь воображаете что имеете ибо какая польза в жизни и деятельности если вы не будете знать Сына Божия смотри же как выше он сказал что нужно познание Бога для того чтобы ходить достойно Господа теперь же опять требует чтобы они возрастали в добрых делах с тем чтобы одновременно познавать Бога потому что одно с другим тесно соединено колосянам 1.11 укрепляясь всякой силою по могуществу славы его во всяком терпении и великодушии с радостью толкования мы молимся чтобы вы достигли совершенства укреплялись всякой силою против чего против искушений и преследований чтобы не сделать беспечными и не подпасть отчаянию да подает вам такую силу какую прилично ему давать то есть неизреченную и беспредельную какую только возможно принять человеку тут великое ободрение ибо он не сказал по силе но по могуществу что больше как бы говоря повсюду слава его могущественно итак вы не ослабевайте в бедствиях ибо превозможите как естественно тем которые служат такому могущественному и славному владыке укрепляясь во всяком терпении то есть по отношению к внешним и великодушии то есть во взаимных отношениях ибо долго терпит тот кто имеет возможность отплатить и не отплачивает а терпит когда не может этого сделать поэтому и богу усвояется не терпение а долготерпение так как он может сокрушить но воздерживается от всего во всяком же то есть не теперь только а после уже нет итак если совокупить вместе слова он говорит следующее мы молимся чтобы вы в совершенстве получили познание учения не по мудрости мирской но духовной и вели жизнь добродетельную чтобы твердо противостоять искушениям приняв силу и крепость от бога являть терпение в отношении к внешним и долготерпение к братьям колоссянам 1.12 благодаря бога и отца призвавшего нас к участию в наследии святых во свете толкование имея намерение обвинить их что неправильно поступают в деле учения он сначала говорит ласково чтобы не показалось что он обвиняет их как враг поэтому сначала сказав я молюсь за вас да даруют вам такие и такие блага что совершенно не свойственно врагу теперь говорит с радостью благодарю за те блага какие вы имеете посему не по вражде обвиняю вас а по любви я даже желал бы постоянно хвалить вас но необходимость заставляет меня порицать так поступает он и в посланиях к коринфянам и незаметно приводит их к слову о сыне ибо если я с радостью благодарю значит вы обладали великими благами но их даровал владыка сын а не рабы ангелы почему же он сказал благодарю с радостью потому что и в печали возможно благодарить как благодарил иов хотя и находился в скорби господь дал господь и взял иов 1.21 и пусть никто не говорит что он не был уязвлен скорбью потому что в таком случае уничтожил бы и похвалу его если бы он не чувствительно переносил это он скорбел но не был подавлен сколько говорит дано что вы не только стали богатыми но и получили силу и способность явиться достойно получившими такие дары к примеру сказать царь поручил человеку небольших дарований какое-либо начальствование достоинство он дал бы но не сделал бы его способным к достойному отправлению его в таком случае честь эта часто подвергала бы его осмеянию но бог и чести удостоил нас и сделал способными к принятию ее дара поставившего вас со святыми и не просто но представившего вам наслаждаться теми же благами что и обозначается в словом участие ибо можно жить в одном и том же городе но не иметь одинаковой доли и опять можно участвовать в одном и том же наследии но не иметь той же самой доли то есть как например мы все имеем одно и то же наследие церкви но один имеет одну долю а другой другую но здесь и наследие удостоил того же самого и части той же самой и везде употребляют слово наследие дабы показать что как наследие зависит не от человеческого старания а больше кажется от счастья так и мы не за добродетели удостаиваемся царствия но все зависит от божественного дара посему когда говорит исполните все повеленное вам говорите мы рабы ничего не стоящие потому что сделали что должны были сделать лука 10 17 17 17 17 тут 10 17 дальше непонятно во свете и будущем и настоящем то есть познании ибо и теперь просветил нас открыв нам тайны а в будущем еще больше откроет колоссянам 1 13 избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного сына своего толкование не то только важно что удостоил нас царствие но и то каковы мы были прежде сего ибо ни одно и то же достойным что-нибудь давать и недостойным о чем и в послании к римлянам говорит едва ли кто умрет за праведника в римлянам 5.7 итак он избавил нас находящихся под властью тьмы то есть заблуждения и тирании дьявола и не сказал просто от тьмы но от власти тьмы ибо он имел великую власть над нами и господствовал конечно тяжело находиться и просто под дьяволом а под дьяволом со властью еще тяжелее и не сказал вывел но избавил показывая что мы как пленники томились великое дело и от тьмы освободить но ввести еще в царство это гораздо больше и не просто но с тем чтобы мы царствовали вместе с сыном возлюбленным мы враги и находившиеся во тьме о чем и в другом месте говорит если терпим с ним и царствовать будем 2 Тимофея 2.12 и не сказал перенес ибо тогда все принадлежало бы перенесшему но ввел переместил так чтобы здесь нечто принадлежало и нам речением этим он показывает что для силы Божией так же это легко как кому-нибудь перевести воина с одного места на другое Колоссянам 1.14 в котором мы имеем искупление кровью его и прощение грехов толкования дабы ты услышав что отец избавил нас не подумал что сын не явил ничего благого он говорит далее что сын даровал нам очень многое ибо он источник того что мы приведены в царство так как он даровал нам искупление то есть оставление грехов ибо если бы мы не были избавлены и освобождены от них мы не были бы введены в царство таким образом он проложил нам путь к дару отца совершенно избавил нас чтобы мы не пали потом и не сделались смертными как причастные греху адама итак если сын избавил нас то он и привел в царство как же вы приплетаете тут ангелов заметь также что выражение в котором относится к сыну Игнатий Лапкин комментарии послание колоссянам сегодня прилично озаглавить послание к православным старого и нового обряда просто молиться Христу колоссяне не умели нам трудно сказать какими словами толковал это послание блаженный феофилакт но по-русски переводчики нашли очень оригинальные слова встречающиеся в обыденной речи когда человек говорит что попало ему не верят и говорят плетё что не нужно это о православных колоссянах кавычках просто обращаться ко Христу считается неприличным написаны сотни акафистов идут бесконечные канонизации психоз канонизации валом катит по объюродившей Руси всем хочется иметь своего заступника из своей деревни и каждому вопиют радуйся и не имамы иные помощи кроме тебя у сегодняшних православных колоссян отсутствует евангельская вера а значит о спасении и говорить не приходится у них как у греков на олимпе одни боги и полубоги и это все плата за отсутствие авторитета библии каждый приплетает к своей вере то что ему кажется справедливым судей 17.6 в те дни не было царя у израиля каждый делал то что ему казалось справедливым живут без царя в голове и предвосхищая суд божий решает кто же будет слева стоять кто справа на страшном суде колоссяном 1.15 который есть образ бога невидимого рожденный прежде всякой твари апостол выставляет здесь славу естества и величие достоинства единородного который говорит есть образ бога следовательно точь в точь сходен и ни в чем не отличен нет меры для величия его чтобы измерив мог ты сказать сколько не достает в нем по сравнению с отцом если бы он был образом как человек то ты имел бы что сказать в этом отношении потому что образ человеческий никогда не доходит до первообраза поскольку же он есть образ как бог и сын божий то есть образ бога невидимого совершенно сходный очевидно образ невидимый ибо у нас когда искусство человеческое часто погрешающее делает изображение оно не имеет полного сходства но где бог там нет ошибки нет уклонения поэтому там и полное сходство если же сын не имел полного сходства с невидимым богом то что препятствует и ангелам быть образом бога ведь и они невидимы однако ангелы никогда не называют сам образом бога и заметь точность священного писания человека оно именует образом божиим и сыном но ангела никогда потому что в этом случае слышащий о высоте ангельской природы легко могли бы впасть в нечестие подумав что ангел имеет одинаковое достоинство с богом почему так создал непонятно мы считаем книга порока малахи святой библии там прямо называет ангелов пошлю говорит обьяне крестители и далее предангелами сделал нас поношение терпим ангелами даже тут же толкует называет людей живущим ангельским образом жизни так что тут непонятно ну что касается человека то малозначительность и ничтожество его охраняет нас от мысли о чем нибудь подобном как Семена нового богослова называет ангел во плоти и так сопоставь единородный будучи тем и другим образом и невидимым тем что есть образ отличается от ангелов которые хотя и невидимые но не суть образы а тем что есть невидим отличается от людей которые хотя и сами именуются образом Божиим но не суть невидимы и так он один есть совершенный и чуждый всякого несходства образ Божий а если и еще будут возражать Ариане что образ не единосущен первообразу то пусть послушают они писание говорящее что Сиф есть образ Адама неужели же он не единосущен Адаму и так хотя искусственные образы не тож не тождественны по существу но естественные имеют вполне одинаковую сущность сказав что он есть образ Бога невидимого присвокупляет и это вот тут для Ариан большой соблазн так как говорят он назван рожденным прежде всякой твари то он и есть первый из твари но апостол не сказал первозданный но перворожденный или ты дашь ему братьев и он будет первенцем в отношении ко мне лягушке камню и тому подобным ничтожным вещам и будет иметь одну сущность со всем этим ибо перворожденный конечно имеет одну сущность с теми в отношении которому он называется перворожденным но на твою голову обращается эта хула ибо безбожно так мыслить о несравненной славе творца да при том слово первенец употребляется в писании совсем не в противоположность последующим детям а безотносительно и значит перворожденный так и от богородицы Марии он родился первицем по плоти хотя совсем не имел братьев вслед за собой ибо он единородный и по происхождению от нее таким же образом и по рождению от отца он первенец не противоположность прочим тварям но безотносительно ибо он единородный и по горнему рождению и так что же теперь говорить о вопровержении подлежащего вопроса и в обличении мнения колосян дабы не подумали что он моложе ангелов так как древние через них приводимы были к богу а теперь сказано что он приводит к богу то он хочет показать что сын есть прежде всякой твари каким же образом через рождение и так он и прежде ангелов есть и при том так что он же и создал их и так если ангелы и служили в ветхом завете то это есть его устроение и заметь мудрость апостола дабы ты услыхав что он прежде всякого творения не почел его безначальным он оставляет тебя что он имеет отца и от него рожден а так как и он и все от бога то это самое показывает что иное то что один произошел как сын от отца а другие как твари созданы этим самым сыном поэтому присовокупляет все м и как Спасибо.